Меня зовут Лена, мне 37 лет, я замуж, у меня двое детей, работаю в данный момент на себя, занимаюсь продажей парфюмерии, также распивом, ушла в декрет с четвертым ребенком, в найм не вернулась. То есть до этого работала директором магазина большой сети, непродуктовый обувной магазин, есть опыты в продажах и в руководстве, но захотелось что-то свое и вообще в принципе устала работать на кого-то. И двое детей, оно не дает такой возможности столько посвящать времени в наймы, потому что и семья, и это очень тяжело совмещать на самом деле. Ребенок еще маленький, ну как маленький, 4 года и 11 лет, там школа, выпускной класс с начальной получается, вот, и поэтому, конечно, мне проще было заниматься своим делом, чтобы оно мне приносило удовольствие и нравилось. Ну как всего это, все это началось с того, что, когда я ушла в декрет, я пошла на курсы визажа, ну не для того, чтобы работать в этой сфере, а так для себя научиться краситься, вот. И одна моя хорошая знакомая по семейным обстоятельствам пришлось ей уехать в другую страну, и она передала мне свои дела, там скажем, продавать за меня косметику. Косметика марки Люкс, это уход, декор, я в этом разбираюсь, то есть я могу подобрать крем, пудру там, ну соответственно накрасить человека, если нужно, ну чтобы он сделать продажу. Вот, ну и вот как-то так все закрутилось, завертелось, у меня очень удачно все пошло, вот, и по ее возвращению она предлагает мне заняться парфюмом. Говорит, у меня вот есть выходы, я говорю, ой нет, ты что, с ума сошла? Говорю, если еще косметику я смогу продать, то парфюм, ну я вообще ничего об этом не знаю, ну от слова совсем. Нет, у тебя получится, я говорю, да я даже не знаю, как предлагать вообще. Говорит, ну ты что, не пользуешься парфюмом? Я говорю, ну как же, пользуюсь, там у меня вон и в Сен-Лоран, там Шанели немножко есть. Ничего, говорит, ну попробуй. Я говорю, ну давай, взяла у нее 10 ароматов, естественно их всех продала, то есть успешно достаточно. Ну вот так вот пошло и поехала. И буквально год назад мне звонит коллега, ну как бы не буду говорить конкурент, но тоже занимающийся парфюмом, и спрашивает у меня конкретно аромат, говорит, помоги мне, мне нужно достать за твою цену. Естественно, там цены не сбавляют тебе ничего, вот прям клиентка ждет и говорит, я видела, у тебя есть в объявлении данный парфюм. Я говорю, ну да, приезжай. И мы так что-то с ним разговаривали, и он мне говорит, а ты знаешь, у нас там в Питере есть такая, не буду ее рекламировать, она и так известная, вот. Вот такая-то, такая-то девушка, она продает по 700 парфюмов в месяц. Я говорю, ну вообще, я говорю, а, ну я сделала вид, конечно, что я ее знаю, хотя я ее не знаю. То есть я в этом не следила, скажем так, а надо было, значит, видимо, наверное, все-таки следить за кем-то и стимулировать, скажем так, себя. И, значит, я говорю, да, да. Я говорю, ну она, наверное, раз, ну я так сразу говорю, она раз пивом занимается раз на 700 парфюмов в день, потому что у нее ниша в основном, то есть люкс там не присутствует. Вот. Ну да, ну вот мы так с ним поговорили, попрощались, я быстро в интернет нахожу эту девушку, захожу в ее аккаунт в Инстаграме и просто прихожу в дикий восторг. Я просто прихожу в такой восторг, я, это не зависть или еще что-то, я просто восхищаюсь, насколько, какая красивая подача, хочет ценник атомный, но она берет это деньги за свой профессионализм. То есть у нее все, у нее вкусная подача, она грамотно говорит, красиво. Ну, прям, я была в восхищении, там не то что зависть, там просто чуть ли не поклонение. И, значит, я вот залипаю на ее аккаунте в ближайшие недели и потом думаю, ну как, может быть, мне тоже там что-то распивать, вот, ну, как бы заняться распивом тоже, потому что нишу я ввела в ассортимент, ну, там что там, как бы целыми флаконами продавать, там много не заработаешь. Ну, и плюс начала, естественно, людей подвигать уже, обучать к тому, что не нужно сидеть только на одном люксе, что есть более интересные ароматы, не похожие друг на друг, люкс, он весь практически идентичен. И люди, да, да, то есть начала знакомить все это, они, все им это понравилось. И вот начали спрашивать, почему там у тебя нет такого, ты там ароматы такого, но очень дорого, это очень дорого. И вот мне пришла мысль в этом декабре, думаю, сейчас перед Новым годом, закуплю бакараруш, там кирки, вот эти флёрный наркотик, такие самые африканские баллы, самые популярные. Думаю, что я могу им предложить, как фанатам своего дела и поклонник распивщицы, да, которая очень успешная, я не могу ничего предложить, кроме как цену подешевле. Ну, то есть за такую цену я не могу поставить, потому что я не могу так вкусно продать, как она. И, значит, я, естественно, ставлю намного дешевле цену, но тоже как бы не в убыток, естественно, себе это тоже все в прибыль, но вот. То есть все, что могу предложить, это только дешевую цену. И я, значит, делюсь своими мыслями там со своей тоже коллегой, что вот как бы, что мне делать, я хочу этим заниматься, ну, как мне, да, язык не позволяет. То есть я не могу ничего, я не могу ничего рассказать, ну, вкусно, невкусно, ну, то есть как-то вот поставлю, вот. Ну, вот Бакараруш, там такая-то цена, там, грубо говоря, 3000 рублей 10 миллилитров, все, что могу, выше не могу поставить, потому что, ну, иначе я просто это не продам, вот так можно купить у другого. И она говорит, слушай, может, я на какие-то там, может быть, я говорю, как она так красиво говорит, вот, вот как она так красиво говорит, это же где-то этому учит, это же не она такая, ну, или читает книги какие-то. Ну, невозможно столько знать про парфюм, да, там, у нее большой опыт, там, почти 10 лет в этом, но прям как книги пишут и поимы читают, то есть это настолько нужно в этом разбираться, то есть это либо надо где-то учиться, либо еще что-то. Она говорит, ну, может, какие-то курсы есть, ну, там, где там обучают, хотя бы каким-то азам, чтобы там у тебя деревянного этого языка не было. Я говорю, ну, у тебя будет свободное время, найди мне, это мне говорит, это мой поставщик, скажем так. Она, то есть, естественно, заинтересована, чтобы я тоже больше товаров приобретала, да, и мне хорошо, и ей хорошо. Вот, и мы так что-то про это все забыли, я там сама в интернете посмотрела, и, значит, получается такая ситуация. Я как-то утро просматриваю там какие-то новости, еще что-то, и мне попадает просто реклама вот Лерочки. Я так открываю, смотрю, подписываюсь на нее в Инстаграм, слежу за ней, и вот она, вот будет состоится парфюмерная сессия, там стоимость там тысячи рублей, все в закрытом чате, будем общаться, там я вам подробнее все расскажу. И, значит, я покупаю эту парфюмерную сессию, мы там общаемся в течение двух с половиной часа, даже за два с половиной часа я столько информации впитала, и уже даже вечером у меня были клиенты на распив, я уже там им столько навещала, что они там слушали в открытом, это еще до начала обучения. То есть я еще не, ну, мне, конечно, очень понравилось, во-первых, мне понравилась очень подача какая у Лер, грамотная, четкая, красивая. Как бы это правильно сказать. В общем, все как-то не то, что интеллигентно, ну, не по-колхозному, так скажем, потому что я сейчас немножко от тем отклонюсь, я смотрю некоторых блогеров, я после Леры не могу смотреть на них. Это не касается мою любимицы, потому что там уровень тоже как бы высокий, вот, а вообще там, которые тоже продают курсы именно по обучению, я не могу их слушать, мне не то, что противно, это вообще какой-то кошмар. Вот это слово нюхать, вот что вы там понюхали, вы там занюхали. Я очень рада, вообще благодарна судьбе, что именно воле судьбы я не сказала сама вот прям, что вот так, мне никто не советовал Леру, вот так просто случилось, что именно я попала на нее, купила ее курс после парфюмерной сессии, обучилась. Естественно, у меня какие-то мысли даже другие в голове, и у меня как-то все само в голове сложилось, и вот описание ароматов, и как предлагать, и действительно я слышу ноты. Была проблема в середине курса, но вот тогда, к сожалению, вот с Украиной вот этот конфликт был, и у нас как раз была прям ровно середина курса, и там были вот эти ноты. У нас, как сейчас помню, травяные и древесные, я была в Сочи, и аэропорты были закрыты, у нас сказали, что, возможно, мы там будем сидеть, и мы там все на стрессе, знакомые там с Украины звонят, их там убивают, короче, рвут им границы, вот самое начало, и мы там, у нас отпуск накрывается, все вот это в этом стрессе, мы еще учимся параллельно. Я взяла с собой эту свою коробку, все, думала я, что я там все ее переслушаю, в результате все древесными нотами закончилось, все. Если бы не вот этот момент, было бы вообще прям все идеально, то есть, потом я прилетаю, ну не суть, в общем, мы закончили все хорошо, всему научились, прям вообще просто огонь. И, значит, прилетаем, прилетаю домой к себе, и вот это вот аджиотаж, что все боятся, что сейчас останутся без духов и так далее, без косметики, а у меня ассортимент широкий, то есть и люкс там, и помады, и крема уходовый, там Шанель, Диор, Герлен и так далее. Все боятся без этого остаться, вазелином никто мазаться не хочет, и меня разрывают просто на куски в две недели, я не успеваю ничего, у меня даже была задержка по домашнему заданию, потому что я не могла, не хотела делать физически просто, у меня то отправки, то продажи. Ну, в общем, люди как-то с ума посходили, сейчас, конечно, подуспокоились, но зато были очень хорошие продажи, и, соответственно, в дальнейшем я собрала сумму на следующую закупку, да, вот. Ну, что могу сказать, мне очень безумно нравится подача Леры, как это все красиво доносится, эстетично, интеллигентно, Лера прям, как это, вот у меня все выпадает, как про нее сказать красиво, ну, в общем, на нее приятно смотреть, то есть она радует слух, она радует глаз, она молодая, она красивая, она опытная, парфюмерный гардероб, мастер-класс хочу провести детский в школе и в детском, в детском саду, да, сейчас именно хочу это ввести, потому что мне некоторые, даже многие спрашивают, ну, физически пока нет времени на это, вот. Парфюмерный гардероб, да, даже так успешно, скажем, вот, но у меня сейчас, как для, скажем, для затравки, если так можно выражаться, именно такая ситуация, что если я, вот, допустим, подбираю парфюмерный гардероб и если у меня берут, допустим, 3 по 10, ну, или там 8 по 3, грубо говоря, на какую-то определенную сумму, то тогда это бесплатно, но они должны купить этот парфюм у меня, соответственно, вот так вот, и, да, люди согласны на это, то есть мне несложно подобрать, я этим самым делаю продажу своего аромата, на котором я зарабатываю деньги, поэтому пока так, мастер-класс пока, ну, естественно, в детских учреждениях бесплатно, просто я хочу, чтобы меня поснимали, да, как бы, вот, и как-то так, да, в планах будущих просто очень много всего в голове, очень много информации классной, естественно, с тем запросом, с которым я пришла, он у меня удовлетворен, ну, то есть я понимаю парфюмерный язык, какие-то там термины, я могу донести это людям грамотно, не просто вот так вот кривым языком, как было до этого, что уверенно, скажем так, ну, что могу сказать, я после Леры вообще не воспринимаю никого, ну, вот не могу я их ни слушать, ни смотреть, ну, просто смеяться хочешь, смешно, не смешно, уже такие курсы я могу делать, вот честно, вот, вот сейчас еще гонзик, и все, и я могу написать еще лучше. Я директором стала с продавца, то есть у меня были хорошие продажи, в принципе, я всегда уверенно говорю о том, что продаю, даже если я об этом не знаю, ну, потом, естественно, в процессе, и вот я всегда это уверенно говорю, я всегда доброжелательна, я всегда помогу, подскажу, я уделю время, то есть не вот так там, не хочешь, не бери, такого не было, то есть у меня в основном покупатель без покупки не уходил, я все равно помогала там бабушкам застегивать сапоги, женщинам в теле, у них отекали ноги, помогала, все, они даже как бы на это, ну, то есть они даже на это, что вот такое отношение к ним, покупали что-то, потом меня перевели на кассу, и нам нужно было продавать сопутствующие товары, то есть там крема для обуви, там еще что-то, какие-то стеречки, и, соответственно, тоже считалось, сколько ты продашь еще сопутки, вот, естественно, сопутки, я не то, что там, ты там возьми крем, или там это, ты там возьми вот эти стельки, чтобы у тебя там ноги не пахли, там, нет, конечно, все там, если я предлагала обувь, говорю, вы знаете, такие красивые сапожки, ну, вот, прям жалко, давайте, вот, если они из велюра, то не надо краску покупать, хотя бы защиту от дождя, вот, и они просто у вас будут в таком состоянии, ну, прям жалко, это у нас такая погода еще в Питере, сырая, ну, в общем, как-то психологическим, таким моментом, вот этим надо пользоваться, то есть нужно продавец, это психолог тоже, то есть ты должен чувствовать, ты должен ему поговорить, у меня столько историй, ко мне женщины приходили, они мне рассказывали про всех своих детей, мужей и так далее, и я с ними тоже чем-то делилась, и мы с ними вот под эти разговоры подбирали ароматы, какие-то помадки, я очень много уделяю времени своим клиентам, очень много, вот. Ну, и получается потом, то есть до товароведа и так далее, пошагово, все началось у меня с продаж, поэтому мне было проще, но самое главное, будьте психологом, даже если человек увидите в плохом настроении, его можно поднять какой-то улыбкой, там сказать, ой, слушайте, у вас такая красивая прическа, такая сумка, я всегда это говорю, вот ко мне приходит, я вот вижу, человек уже все, он пришел, он уставший с работы, замученный, уже там вроде ему надо, а вроде и нет, уже пока ехал, он устал, я говорю, ой, у вас такая сумочка красивая, ну прям вообще мне так нравится, я так люблю этот бренд, и вот начинаю с этого, и вот мы начинаем, сначала контакт мы устанавливаем, вот это самое главное правило между продавцом и клиентом, установить просто дружелюбный контакт, и все пойдет само собой, и они начинают входить в тебе доверие, потом ты им показываешь, а вот, ну, спрашиваешь, естественно, какие они любят ароматы, некоторые даже говорили, какие они любят, я им все равно продавала другой, потому что, ну вот вы вот это тоже попробуйте, потому что, то есть, есть сезонность ароматов, да, в одном мы платье не ходим, вот, все, главное правило номер один, установить контакт дружелюбный с покупателем, то есть быть психологом, обязательно его похвалить, вот, и многие жалуются, вот что, а раньше столько зарабатывала, теперь столько зарабатываю, и вот приходится вот где-то что-то там искать подешевле, и так далее, и вот тоже на этот момент, что ничего, все бывают такие времена, все будет, все наладится, то есть, это как бы после черной полосы всегда бывает белое, мы очень много разговариваем, то есть, это не вот так, что, а, там, что это, что там тебе налить, это арк коллекшн, да, давай, 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 все, уйди, не мешай, там, нет, такого нет, вот, очень много, наверное, затратно, но это я вкладываю, то есть, свое будущее в свою клиентскую базу, тем самым я создала клиентскую базу. Конечно, очень много, не много, но были такие случаи, что люди там негативили, но это никак вообще не повлияло на мою работу, у меня все равно, там, грубо говоря, спецотзывов, там, два, может, какой-то, что там я свет не включила в коридоре, она там пришла замучена, свет я не включила, ну, вот из ряда вот такого, все, ну, то есть, вот это как бы основное, я думаю, я думаю, мы со мной согласны, да, вот, что продажи, это основное, это вот как бы человеческое отношение к друг другу, понять друг друга, что нам надо, где-то кого-то похвалить, пожалеть, сделать комплимент, то есть, улыбнуться, у человека поднимается настроение сразу, когда он чувствует, то ему тоже где-то с ним солидарно, в чем-то хотя бы. Я начала вести Инстаграм, этого просто не было на это время, ну, надо, говорит, выделять 10-15 минут, только я его сделала, значит, там что-то, какая-то жизнь началась в нем, и вот начинается вот то, что у нас сейчас начинается, да, как бы, и я просто вот не могу туда ничего грузить, у меня настолько плохо, то есть, если я включаю VPN, у меня другие приложения продажные начинают вылетать, которые основных я работаю, да, то же самое, там, Авито у меня есть профиль, достаточно успешный, там, больше трех тысяч подписчиков, для Авито это очень много, вот. И, ну, вот все, оно просто начинает виснуть, и я его отключаю, соответственно, у меня Инстаграм пропадает. Вот жду, когда, конечно, эта ситуация наладится, хочется его оживить все равно, вот. Раз, тем более, я уже это делать начала, то есть, я уже расслабилась, я его завела там, и не буду там говорить там про говорящую голову, мне не нравится это выражение, это там, как многие там советуют, вот, не бойтесь говорить, будьте говорящей головой, там, ты-да-ты, вот, говорилось, что-то снимала, то есть, вот только все, и вот, ну, пока так. Так, я надеюсь, что скоро это все закончится, и мы вернемся. Да, сейчас работаю на свою клиентскую базу, достаточно она у меня большая. Ну, не такая большая, конечно, но я всегда себе еще преувеличиваю много. Вот. Ну, нормально, да, то есть, у меня каждый день продажи, то есть, у меня нет застой, вот, у меня сейчас сегодня очень много будут люди приезжать за распивом. К нам всегда все приходит в тот момент, когда нам это нужно. Я получила большое количество знаний, я безумно благодарна вообще всей команде, и у нас был, то есть, мы работали погруб, у нас была Бадзи, мы сейчас просто с ней закадычная, она с Москвы, ну, что там это для бешеной собаки, это не крюк, да, Санкт-Петербург, Москва. Мы прям, она только начинает, я ей помогаю во всем, то есть, от флакончиков до этого всего. Она очень грамотная девочка, у нее все получится, она уже начала продавать, и вот мы с ней вот тоже как бы сплетничаем постоянно, и, ну, то есть, мы с ней обе пришли к выводу, что, конечно, нам очень повезло, что мы познакомились и что мы попали именно к Лере. Хочу сказать, что встреча с Лерой, ну, она меня заряжает позитивом и какой-то энергией, потому что вы сами, да, наверное, знаете, у всех бывают дни такие, когда что-то ничего не хочется делать, все что-то плохо, скучно, и что-то все не так как бы хотелось в жизни происходит, и потом ты включаешься, переключаешься, включаешь, слушаешь Леру, и она тебя опять заряжает энергией, позитивом. Было даже такой момент, ой, в 10 утра вставать, я вообще сова, то есть, я в 2 часа ночи ложусь и люблю как бы поспать, ой, в 10 утра вставать, ну, е-мое, как мне это тяжело. То есть, ты включаешься в процесс, у тебя поднимается настроение, у тебя идет задел на целый день, у тебя какие-то появляются новые идеи, и, в общем, это надо, то есть, такие сообщества нужны абсолютно, ну, поддерживать друг друга, смотреть и как бы хотеть большего, да, скажем так, и стремиться какие-то деньги зарабатывать. Мне вот приятно приходить в магазин, вот я хочу себе купить помаду Шанель, я ее покупаю, то есть, у меня есть стимул работать, ну, то есть, вот так вот. Конечно, открывая свой парфюмерный шкаф и видишь, ты понимаешь, что-то все мое, и у меня там всех цветов и марок парфюм, это не может быть не радовать, я даже навстречу с вами просто вот даже вуаль для волос Шанель нанесла, потому что вот, ну, вот, хотя мы с вами, да, через камеру общаемся, то есть, ну, у меня такое настроение хорошее и позитивное, то есть, это мне дарит положительные эмоции, и я никогда вот на себя денег не жалею, то есть, вот я вложила, допустим, в обучение, я с этими деньгами попрощалась, все. Ну, то есть, у меня такого нет, ой, там, а зачем, а чего, то есть, мои затраты на обучение, они не то чтобы окупились, это вообще даже не обсуждается, как бы, это даже не обсуждается. Я заплатила за полную, то, что я хотела, я получила, и дешевле, наверное, это не стоит, потому что была практика, все было, были душевные разговоры, есть опыт. Ключевых, что посоветуете начинающим, но первое, это не бояться, мы друг другу все не конкуренты, у нас земля большая, то есть, у каждого своя база будет, даже вот в нашем городе у нас очень много занимается ктора с пивом, и у всех есть, у кого-то больше, у кого-то меньше, но все будет зависеть от ваших усилий, ваших вложений, вашей экспертности, потому что там не только надо цену убрать, если я брала сначала своей ценой, цену, кстати, я подняла, то теперь я беру уже из-за свою, то есть, у меня все более грамотно стало и красиво, да, вот, и я могу подобрать, я могу и посоветовать, вот это основное, не надо бояться, начинайте, то есть, работа сама за себя не сделает, на всех клиентов хватит, на всех, абсолютно, это точно, у нас много, у меня, я продаю по всей России, у меня с Москвы заказ, я в Москву отправляю, хотя в Москве, вы сами понимаете, сколько в Москве, да, поставщиков, и сколько людей, занимающихся парфюмом, распивом и так далее, и не только вот всем вот этим делом, у меня покупают даже люди из Москвы, поэтому, что же там говорить, если вы в самой Москве, или даже, допустим, за Уралом где-то там, Владивосток, Сибирь и так далее, там тем более это пойдет, потому что там, вот там-то как раз-таки конкуренции практически нет, туда я тоже отправляю в Владивосток и везде, вот, это первое, потом установите контакт со своим, благоприятную, сделайте теплую атмосферу, чтобы люди хотели идти именно к вам, что вот я пойду к Лене, она меня поймет, я там к ней могу прийти, с немытой головой, и она меня примет такой, как есть, я не буду ее стесняться, то есть человек не должен вас бояться, то есть, что вы какая-то там волшебная фея, у вас там 150 тысяч ароматов, вы там крутая женщина, я вот как-то вот сегодня плохо выгляжу, я уставшая, замученная, я не пойду туда, вот, то есть они должны, вы друг другу должны быть как братья-сестры, скажем так, у нас даже вот до такого, да, это два, третьего, ну, вкладывайте себя, обучайтесь, потому что нельзя посмотреть блогеров, там, почитать какие-то книжки, стать экспертом, тем более еще на какого блогера вы попадете, потому что они сами там толком ничего не знают. Смотрите, девочки, куда стоит из пакета, там вот такой флакончик дорогого селектива, это столько стоит, я говорю, ну, они не понимают, нет, у меня есть мужчины, кстати, у меня, кстати, очень много мужчин, девчонки, и если кто-то не замужем, это тоже вариант познакомиться, у меня очень много статусных мужчин покупают парфюм, которые разбираются, да, и заказывают, вот, и меня рекомендуют, то есть у меня очень большая мужская аудитория, то есть. Еще очень большой плюс, когда вы занимаетесь именно работой с клиентами, у вас появляются новые знакомства и новые связи. У меня везде они есть, в школе, в больнице, я вот в санаторий ездила ребенка, девочка у меня покупает, она мне, я ей звоню, говорю, сделай мне там справки, короче, у меня времени нет, я забегу, она мне делает справочки, ну, как бы все по нашим карточкам, естественно, не какие-то там левые, вот, я ей там раз от Art Collection там или молекулу какую-нибудь, презентик, пузыречек вставлю на стол, и она, ой, и у нее все, и у меня на старее хорошей, мне в очереди стоять не надо, и она сидит вся в облаках, в ароматах, вот так вот, и так во всем, то есть во всех сферах практически у меня есть теперь знакомство, то есть это, это только плюсы, не закрывайтесь там, как бы, в своей коробке, вот, раскрепощайтесь, и все получится на самом деле, верьте в себя, да, может, как-то страшно, мне тоже было страшно, ну, то есть, ну, как страшно, вот, первую продажу сделаете, все, уже не страшно, уже пойдет все, все само собой, да, может, вы будете начинать там с каких-то там своих знакомых, я так же начинала, там с моим знакомым, потом это все переросло, конечно, больше, теперь у меня знакомых очень много, скажем так, вот, и друзей, подруг, на курсе я познакомилась с замечательными девчонками, мы там переписываемся, общаемся, друг другу помогаем, советуем, друг другу все, прям такие, мы теперь профессионалы, действительно, мы Леру очень уважаем, вот, и желаем ей процветания и успеха, мы рады, что она очень контактный человек, мы ждем ее, мы, как бы, все желаем ей успех во Франции, естественно, вот, ну, и ждем ее в России, потому что иногда живую встречу тоже бы хотелось посетить, вот, была в Питере, но вот я как раз была в отпуске в этот момент, и не смогла, а так, конечно, что там, до Москвы час лет или 4 часа с Апсана, вот, с удовольствием было, как бы, живую познакомилась, ну, мы так общаемся через Zoom, вот, и как будто знаем тоже все друг друга уже сто лет. Субтитры создавал DimaTorzok